Добрый день, уважаемые коллеги. Это обзор рынка компании Тикмилу. С вами я, Артур Изятулин. В пятницу глава ФРС Пауэлл выступил с речью на встрече глав ЦБ в Джексон-Холл. Никаких сюрпризов в выступлении не было. Все замечания были направлены на то, чтобы подчеркнуть, опять же, постепенный подход федорезерного ужесточения политики. Содержание речи Пауэлл во многом перекликается с мнением ФРС, изложенным в протоколе июльского заседания, где чиновники также ждали продолжения значительного роста экономики. И так как повышенные риски перегрева отсутствовали, процесс нормализации, по их мнению, должен будет происходить постепенно. Но вот любопытным моментом стало то, что Пауэлл сказал, что мы не заметили признаков ускорения инфляции в исчезливом уровне, хотя вот в июле эта инфляция достигла 2,4% в США. Это, конечно, немного разочевало рынки и послужило сигналом продажи доллара. Отчет, по большей части, из-за этого стал медвежьим катализатором, так как никаких истребенных намеков изложено не было. И это также отразилось на фондовом рынке, где как раз-таки в пятницу они закрылись в плюс, как S&P 500, так и Dow. Они выросли на фоне того, что стоимые заимства не будут расти темпами, которые бы превысили их ожидания. Выступление было похоже на отчасти на урок такой теоретической макроэкономики, так как Пауэлл принялся обсуждать подход ФРС к монетарной политике, где в основе лежат естественные показатели, например, естественные показатели безработицы. Этот термин принадлежит к следующему этапу эволюции кривофилиства, где связь между инфляцией и безработицей выступает не в виде единой кривой, а в виде вот таких нескольких кривых, и каждая кривая сопровождается различными инфляционными ожиданиями. В красной линии, соответственно, изображен долгосрочный, естественный уровень безработицы. Грубо говоря, политика ФРС состоит в теоретическом определении этого естественного уровня безработицы, и затем применении инструментов денежно-кредитной политики, чтобы потянуть инфляцию до необходимого уровня. Но проблема в том, что вот этот естественный уровень безработицы – это ненаблюдаемая величина, которая может как-то изменяться в зависимости от структурных особенностей экономики. Вот яркий пример для США – это снижение производительности труда, снижение экономической мобильности или автоматизация производства. Если ЦБ, соответственно, определяет ложный уровень этого долгосрочного безработицы, то получается, что он приводит безработицу к такому уровню, который будет постоянно или генерировать инфляционные ожидания, или, наоборот, генерировать дефляционные ожидания. В то время как, чтобы никаких из этих трендов не происходило, безработица должна именно находиться на естественном уровне. То есть отклонение от МИО будет постоянно куда-то смещать инфляцию, или вверх, или вниз. Поэтому, естественно, сейчас уровень безработицы ФРС определен на уровне 5%, в то время как последние данные по безработице показали, что она у нас снизилась до 4%. То есть сейчас регулятор уже допускает у нас безработицы ниже этого долгосрочного уровня, что чревато вот ускорением инфляционных ожиданий. То есть при переходе сайта Кривой Филипс, например, вот на эту, то, чтобы снизить инфляцию, нужно будет допустить гораздо больше роста безработицы. И это, в принципе, чревато высокими издержками при проведении дезинфляционной политики. Поэтому для регулятора очень важно, чтобы допускать как можно меньше колебаний вокруг этого долгосрочного уровня. Сейчас уже из-за того, что у нас регулятор допустил снижение безработицы ниже вот этого долгосрочного уровня, то инфляционные ожидания у нас начали расти. Начали расти, и это уже отражено на данных университета Мичигана по инфляционным ожиданиям. Как видите, инфляционные ожидания на срезку ускорились и составили в июне уже 3%. В таком случае ФРС стоило бы поднимать ставки быстрее, чтобы не допустить ускорения дальше этих инфляционных ожиданий. Но ответ придется в том, что ФРС, в частности Пау, как он сказал, регулятор не хочет прерывать расширение экономики слишком быстро. Также есть версия, что Пауэл хотел угодить Трампу после его недавнего недовольства работы ФРС. Ведь просьба эта, по сути, выполнена. Пауэл намекнула, что ФРС не будет чрезмерно агрессивный. Это теперь, конечно, позволит Трампу атаковать более увереннее Китай с новыми тарифами. А краткосрочный эффект для доллара определенно отрицательный. Но учитывая, что ФРС готов поддержать экспансию постепенным повышением ставок, опасения по поводу неустойчивости расширения американской экономики, они должны как бы немного стекнуть. Также рост фондовых индексов на выступлении Пауэлова в пятницу также позволяет выдохнуть, так как непосредственная угроза дорогих займов для американских компаний отступила. На данных по ВВП среду приток инвесторов США, вероятно, снова возобновится. Укрепление юаня в пятницу после того, как власти объявили о возвращении контр-цикличного фактора в расчете ориентировочно-обменного курса юаня против доллара, наконец-то развеяло миф о его намеренной девальвации. От этих новостей пострадала доллара, причем укрепление юаня стало сигналом стабильности в регионе и прекращение оттока средствующихся рынков. Сегодня у нас пара доллар-юаня прибавила 0,3%. Доллар торгуется чуть ниже уровня открытия, на уровне 95%. Причем с приближением даты возможного введения новых тарифов, ослабление китайской валюты, вероятно, усилится. В пятницу ждем данные по активности в сфере услуг и активности в сфере промышленности. Как показывает история, китайский унион очень чувствительный остается к этим данным. Негативным фактором для доллара остается геополитика. Отношения с Северной Кореей снова начали ухудшаться. Трамп отозвал визит Помпео в страну. Кроме того, Северная Корея обвиняет США в желании свергнуть власть в стране, одновременно поддерживая улыбку на лице. На этом фоне золото может снова начать расти и также другие защитные активы. Пара доллар-иен у нас сегодня снизилась на 0,15%. Золото у нас продолжает торговаться чуть выше открытия. На сегодня на все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в среду. Продолжение следует...